Как много может один единственный человек. Об этом невольно задумываешься, прикасаясь к судьбе матери Марии. Написанные ею стихи и акварели словно предопределили все ключевые моменты биографии. И когда погружаешься в историю каждого артефакта, понимаешь величие души этой хрупкой женщины. Мать Мария совершенно удивительный человек. И многие вещи, например, для меня открылись только здесь, в Анапе. Потому что интуитивно я чувствовала, что Анапа просто необходимый эпизод для этого фильма. Потому что, чтобы объяснить ее поступки и решения, которые она принимала уже в эмиграции, безусловно, нужно понимать, чем этот человек был напитан. Это безусловная южанка. Человек пропитанный солнцем, морем, ветром. И вот все это напитало ее характер. Девочка из анапского поместья на Ханчикраке стала знаменита на весь мир. И именно здесь, в Анапе, она сформировалась как личность. Здесь она формировалась как поэт, как гражданин, как житель этого города, патриот своей страны. И отсюда идет начало. Поэтому одна из частей фильма снимается в знаковых местах Анапы. Мемориальный зал, посвященный ей, – один из эпизодов. Фильм будет называться «Возвращение домой». И, кстати, сказать, наша экспозиция называется «Возвращение на родину». То есть таким образом уже тоже пересекается, как-то вот мы поддерживаем друг друга в этой позиции. То есть здесь восход ее жизни. У нее нет, наверное, нигде дома, да, как такового какого-то места, музея, да. И этот мемориальный зал, в котором, да, есть и подлинные вещи, но он на самом деле олицетворяет ее дом. И то, что это находится в Анапском археологическом музее, в этом старинном здании, напротив замечательный храм наш, да, в котором крестили ее детей. Само место это располагает тому, что, а пусть это будет ее дом. И у этого дома есть радушная хозяйка. Человек, посвятивший всю жизнь сбору материала о матери Марии, Зоя Николаевна Лемякина. Документалисты с трепетом прислушиваются к ее захватывающим историям. Ведь здесь все самое главное. А через несколько дней они уже будут снимать за рубежом. Мы едем в Равенсбрюк, причем руководство этого музея, мемориального музея Равенсбрюк, они с удовольствием нас примут. Так что 22 августа мы отправляемся в Равенсбрюк, где мы будем два дня снимать лагерь. То есть место последнего пребывания матери Марии, а оттуда мы уже перемещаемся в Париж. Мы первыми узнаем, когда на телеканале «Культура» покажут фильм о нашей славной землячке. А пока желаем коллегам удачи.